Я никогда не перестаю удивляться способности людей дурачить себя. Я имею в виду, что мы люди обладаем невероятной способностью. Может ли вы сказать на это аминь? Я и себя включаю в это. У нас есть замечательная способность обманывать себя. И я также очарован тем, сколько внимания Иисус уделяет теме самообмана в Своих учениях. За последние несколько месяцев я даже потерял счет, сколько людей я встретил. Как жаль, что мы потеряли тот хороший звук, который у нас был минуту назад. Это был прекрасный звук. О, он снова вернулся. Большое спасибо. Я ненавижу жесткие звуки. Я думал о том, сколько людей я встретил за последние несколько месяцев, которые смотрели мне прямо в глаза и обманывали себя. Я встретил человека, например, который сказал мне, что Бог дал ему ключ от книги откровения. И ключ был секретный код языка. И если вы просто выучите этот язык, у вас будет ключ ко всей книге откровения. И он верил в это. И я сказал ему, хорошо, я хотел бы услышать этот язык, ты можешь заговорить на нем со мной? Он ухмыльнулся и сказал мне, я, может быть, и заговорю прямо сейчас, но вы этого не услышите, потому что это кот. Я сказал, неужели? Потом я встретил молодую женщину в Мельбурне на днях в моем родном городе. Я встречался с матерью этой девушки когда-то. И в настоящее время она проявляет интерес к одному из моих сыновей. Удивительно, как история повторяется, не так ли? Этой девушке 28 лет. Это красивая девушка. В настоящее время она встречается с мужчиной, которому 52 года. И он не христианин. Она пришла ко мне в Мельбурн на днях. Она сказала, мне нужно посоветоваться с вами. Она пришла в дом моей сестры, где я остановился. Я сказал, хорошо. Она сказала, я просто хочу узнать ваше мнение о моей текущей ситуации. Она сказала, я действительно верю, что Бог привел меня к тому, чтобы встречаться с этим человеком. Я сказал, мне очень трудно спорить с тем, кто говорит, что Бог побудил меня сделать что-то. Я сказал, не могла бы ты описать мне характер в ваших отношениях с этим мужчиной. Единственное, что ты мне сказала, это то, что он не христианин. Она сказала, что Бог показал мне, что для того, чтобы победить этого человека, я должна пойти ему навстречу. Я сказал, неужели? А что означает пойти ему навстречу? Ну, сказала она, я хожу с ним на футбольные матчи в пятницу вечером. И пока мы сидим там, я пытаюсь рассказать ему об Иисусе. О, сказал я, меня так воодушевляет это слышать. И я представил, как она сидит там, на футбольном стадионе, в пятницу вечером, и рассказывает ему об Иисусе. Я сказал, есть ли другое значение слова пойти ему навстречу? Она выглядела немного смущенной. Я сказал, все в порядке, поверь. Я все это уже слышал. Я вроде знал, с чем она собиралась выступить. Она сказала, хорошо. Я сплю с ним. Я сказала, ну что ж, я предполагал, что это так. Она сказала, ну вы знаете, в глазах Бога, я хочу сказать, что это не так уж плохо, потому что мы вроде как бы женаты, не так ли? Я сказал, ты знаешь, я не уверен, что даже в либеральной Австралии, что это представляет собой брак. И пока она продолжала, я просто сказал себе, и наконец я сказал ей, я знаю эту девушку достаточно хорошо, чтобы сказать ей это. Я сказал, я собираюсь достать зеркало, и я хочу, чтобы ты посмотрела в зеркало и сказала мне, что именно ты видишь, потому что я могу сказать вам, что я вижу. Я вижу человека, который полностью обманывает себя. И что невероятное, они на самом деле воздают должное Богу за то, что они делают. и я сказал, что нет другого слова, кроме этого, кроме слова самообман. Она только что рассталась с этим партием из-за ее брака в кавычках. Она сказала мне, вы только что испортили мне всю жизнь. Я сказал, что мне ужасно жаль, что я только что испортил всю твою жизнь. Но честно говоря, я думаю, что есть еще кто-то, на кого ты должна возложить эту ответственность, и это точно не я. Снова посмотри в зеркало, и ты можешь увидеть, кто это. Потом я думал о своем друге в Атланте, который позвонил мне на днях и сказал, я разорен. Я не уверен, что выживу. Я имею в виду, что я перехожу на грань финансового кризиса. Пять лет назад он продал свой бизнес за пять миллионов долларов. Я сказал ему, ты знаешь, что я не знаю никого, кто бы не работал последние пять лет, как ты, и кто был бы в тяжелом финансовом положении, особенно если бы я не работал пять лет. Но я сказал, не обременяй меня тем фактом, что ты разорен только потому, что у тебя остался последний миллион. Я сказал, что если ты хочешь увидеть разорение, я могу показать тебе разорение. Я могу отвезти тебя к людям, которые действительно разорены, которые едва наскребать, чтобы заплатить за квартиру и положить хоть какую-то еду на стол. Поэтому, пожалуйста, не делись со мной своим самообманом. Сначала он обиделся, но в конце концов он сказал мне по телефону, он сказал, ты знаешь, мне никогда ничего не сойдет с рук с тобой. Я сказал, это была хорошая попытка, но я просто не куплюсь на это, потому что я знаю, что у него еще миллион баксов в банке, но он слезно плачет. Действительно слезно плачет. Люди очень интересные личности, не так ли? Мы просто любим себя дурачить даже в вопросах, которые имеют вечное значение. Мы позволяем себе самообман. И я хочу, чтобы вы сегодня утром обратились вместе со мной к притче, где Иисус обращается к этому вопросу с абсолютной ясностью. Евангелие от Матфея, 25 глава. И я смотрю притчу о десяти девах. Евангелие от Матфея, 25 глава. Между прочим, я посоветовал участникам конференции сказать, они наставят на том, чтобы снова вернуть меня на лагерное собрание в этом году. И я посоветовал им говорить о праведности по вере в притчах в этом году на лагерном собрании. И я очень взволнован, потому что они, видимо, очень довольны этим. Так что я с нетерпением жду этого. Потому что каждая притча содержит глубокое послание праведности по вере в них. Царство Небесное от Матфея, Евангелие, 25 глава, стих 1. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. По восточному обычаю невеста шла в дом жениха. И в доме праздновали брак. А затем, после церемонии, бракосочетание новобрачное выходило из дома, и все их друзья ждали их и следовали за ними на брачный ужин. Нам не выпала честь присутствовать на браке только по вере. Но нам выпала честь сесть за брачный ужин. Так что вы можете представить, как гости ждуть, когда пара выйдет в церемонии бракосочетания. И вот девы ждут. Первое, что я хочу, чтобы вы заметили из пяти пунктов, которые появятся. Между прочим, все эти пять пунктов являются общими. Кстати, эти пять пунктов разделяют и мудрые, и глупые. В них есть все пять общих черт. Эллен Уайт говорит, что это притча для церкви нашего времени, и я твердо в это верю. И разница между мудрым и глупым настолько велика, что в основном они имеют все эти общие черты с одним небольшим отличием. Во-первых, все они девы. И девственность, говорим ли мы в буквальном смысле, здесь мы говорим в символическом смысле, всегда считается очень желательным качеством. И что у нас ассоциируется с девственностью? Чистота. Да, чистота. Позвольте себе услышать это сегодня утром. Глупые девы вместе с мудрыми девами. Я годами не слышал этого слова. Глупые девы. Это влияет на вас сегодня утром? Глупые девы. Я задал этот вопрос недавно в церкви и сказал, что это вам говорит. Глупые девы. И маленький ребенок, сидящий впереди, поднял руку и закричал мне, пастор, это означает, что они глупые, хорошие люди. Я сказал, ну, это другой способ выразить это. Глупые, добрые люди. сказал он, глупые девы. Кто-нибудь действительно услышал это сегодня утром? Давайте, не уходите от текста. Кто-нибудь это слышит? Глупые девы. Что вы слышите? Они девы. И что означают девы? Какой жизнью, мы можем предположить, живут эти люди? Мне кажется, что они довольно моральные люди с хорошими стандартами и хорошими привычками в жизни. Нам было бы намного легче принять это, если бы Иисус сказал, что они были глупыми блудницами, например. Мы могли бы справиться с этим, не так ли? потому что в нашем сознании мы говорим, блудница это так, кто, как вы знаете, нарушает правила, кто не живет жизнью во славу Бога. но эти молодые женщины, девы. Я хочу сказать, что Иисус не случайно выбрал эту терминологию. Это хорошие моральные люди. Они внешне ведут добропорядочную жизнь. Они осмотрительны. Они не навлекают дурную репутацию на церковь. Они даже сидят в церкви каждую неделю своей жизни. вот что делает эту притчу такой страшной в применении. Потому что это говорит о стремлении людей к хорошей жизни. Девы. Во-вторых, вы заметите, что все Девы что-то берут в руки. Что они несут в руках согласно первому стиху? У всех Дев есть лампы или светильники как мудрые так и глупые имеют светильники. Говоря по Библии лампа является символом чего? Или светильник является символом чего? Слово Божье у вас совершенно верно. О каком стихе ты думал? Да, верно. Слово твое светильник на кем моей? Некоторые из вас видели эти маленькие лампы. У меня есть одна. Ей 2000 лет. она была найдена в Вифании. И я хотел бы верить в моем самом безумном воображении, что она попала ко мне из дома Марии, Марфы и Лазаря. Она из той области. Ей 2000 лет. Я проверял это. Она круглой формы с небольшим выступом под ней, потому что раньше она вставлялась небольшое углубление в передней части их обуви. Так что когда они шли, она была светильником для их ног. Им должно быть приходилось ходить очень осторожно. Я уверен, я бы погасил ее, потому что я хочу очень быстро. Светильник для их ног. Мне нравится эта маленькая лампа. она очень красивая. Все девы держат их в руках. У нас есть очень хорошие живые люди, держащие Библии в своих руках. И пока они все вместе в этом. но некоторые из них мудрые, а некоторые глупые. Обратите внимание на следующий шаг. Все еще в первом стихе. И мудрые, и глупые выходят, чтобы что-то сделать. жених это? Они выходят встречать жениха. Кстати, если жених возвращается из брака, на какое событие мы, возможно, смотрим здесь. несмотря на любые традиционные представления об обратном, какое событие мы явно видим здесь. Если жених только что заключил брак, и брак состоялся, и сейчас ты забегаешь наперед, потому что брак происходит когда? Когда? Когда служение Иисуса в святом святых завершится. И он встает и говорит «совершилось». Это вполне возможно. Эллен Уайт подхватила это. Вполне возможно, что мы на самом деле смотрим здесь на события, более тесно связанные с окончанием времени благодати, чем реальное второе пришествие. «Но сегодня утром для нас важно и мудрые и глупые вышли навстречу жениху». мы говорим здесь о серьезных людях? Мы говорим здесь об искренних людях? Да. Мы говорим о людях искренне желающих познакомиться с женихом? Да, мы говорим. И вы заметите, что пока они все вместе, они все девы и у всех в руках светильники и все они идут встречать жениха. И между ними есть только одно различие. Я собираюсь пропустить стихи 3 и 4. мы вернемся к различию. Мы все ищем сходство здесь. Обратите внимание на стих 5. Имейте ввиду, что мы возвращаемся к 3 и 4, потому что это суть притчи. Взгляните на 5 стих. Итак, жених задержался. Из этого мы знаем, что мы не смотрим на какое событие 2 пришествие, потому что он замерзил. И когда жених замерзил, все девы мудрые и глупые что делают? Они все засыпают. Напоминает этого мучеников Иисуса, не так ли? они были мудрыми и глупыми. Все они уснули в час крайней нужды. И здесь у нас также есть мудрые и глупые и все уснули. Вы замечаете, что они все еще вместе? Кстати, они все в церкви вместе. они сидят бок о бок каждую неделю. Все вместе надеются. Все вместе ищут. И все уснули. Я обратил внимание стих 6. Но в полночь, но в полночь, у нас все основания полагают, что Иисус наконец придет в полночь. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. И в стихе 7. Сколько дев встало? Все девы встали. Мудрые и глупые встали. встали. потом они сделали что-то весьма примечательное. Для меня это один из самых грустных стихов в Новом Завете. Они не только встали, но и мудрые и неразумные девы что-то делают со светильниками, которые в их руках. Что они делают со своими светильниками. Они обрезают или поправляют свои светильники. Вы знаете, я жил в Новой Гвинеи 10 лет. У нас не было электричества большую часть времени, поэтому мне пришлось научиться использовать ураганные лампы и керосиновые лампы и все такое. И на одном из этапов миссия мне сказала, что я должен жить в лампе просто пытаясь возиться с этими лампами и прочими. Между прочим, мог бы иметь 5 пламя 6 футов высоты и очень легко поджечь всю крышу. Но есть еще одна вещь. Я узнал о фитилях, которые покрываются чем? Они становятся как уголь. И если вы хотите получить приличный свет от вашей лампы, вы должны регулярно обрезать. У вас есть небольшой инструмент, который можете просто надеть на фитиль и он обрежет этот фитиль. Некоторые из вас могут быть достаточно взрослыми, чтобы помнить об использовании таких ламп. В духовном смысле зачем вам обрезать этот фитиль? Это лампы. Зачем вам обрезать ее? лампы. Чтобы она сияла ярче, предполагая, что вы искали что? Подожди, дай найти минутку здесь. Да, конечно, спасибо большое. Обрезка лампы предполагает, что вы серьезно относитесь к более глубокому пониманию. Это самая страшная часть этой притчи о том, что глупые девы на самом деле подрезают свои светильники. Мы не говорим здесь о лицемерах. Это не лицемеры. Мы не говорим о лицемерах. Мы говорим о людях, которые искренне ищут понимания в Слове Божьем. они хотят более четкого понимания истины. И в критический момент стих восьмой какое утверждение? Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что что происходит? Светильники наши гаснут. Я надеюсь, вы слышите это сегодня утром. Только в самые последние мгновения времени добрые люди которые бок о бок с теми, кто выходит на встречу с женихом. Даже засыпают с мудрыми, у которых есть в руках Библии и которые поправляют или обрезают свои светильники, потому что они хотят больше света. И это происходит не раньше, чем в последние мгновения времени. И они осознают это. если у вас какие-либо вопросы относительно истинного состояния этих людей, они не лицемеры. Это серьезные люди. Они хотят встретить жениха. Они хотят встать с искупленными. мгновения. Они делают все правильные вещи. Они встали. Они выходят и делают невероятные открытия. Наши лампы гаснут. лампы В ваших мыслях сегодня утром я попрошу вас соединить две вещи воедино. Это как вопрос сравнения сейчас. Я хочу, чтобы вы сложили две вещи вместе. Номер один. Они поправили свои лампы. Нэнси сказала нам, что это равносильно поиску большего света и знаний и Слова Божьего. С одной стороны, они поправили свои светильники, а с другой стороны, они обнаруживают, что их светильники гаснут. Причудливая обрезка лампы, которая заканчивается масло. Не лучше бы заправить свою лампу? Не лучше ли иметь светильник полный масла, даже если светильник такой уж большой? Они поправляли светильники, в которых кончалось масло. Потому что они не знали. они действительно не знали, что в их лампах кончалось масло. Вот почему они обрезали и поправляли их, надеясь на больший свет. лампы. когда в вашей лампе заканчивается масло? лампы происходит? Что вы сказали? Нет, подумайте очень внимательно. Вы уже рассказали мне о лампе. Вы указали символ. Лампа является символом чего? слово и если в вашей лампе заканчивается масло что происходит потому что масло это великий символ святого духа если в вашей лампе заканчивается масло что очевидно происходит ребекка я видел как шевелятся твои губы но ничего не слышно это необычное развитие событий в лампе заканчивается масло вы еще не указали лампу в своем утверждении в лампе заканчивается масло итак вы могли прочитать слово божье это отлично ты слышишь все аминь в этом помещении тебе лучше сказать это еще раз они не слышали этого там сзади ребека не могли бы вы проповедовать церкви этим утверждением сегодня утром она говорит что слово божье может не просвещать и не помазывать святым духом вы можете читать его но у вас не будет понимания вот почему кстати будет голод на слово божье и голод никогда не будет удовлетворен потому что те кто поправляет свои лампы не осознавая что лампе заканчивается масло утратили привилегию быть просвещенными духом и они возмутились что они говорят окружающим дайте нам немного своего масла есть одна вещь которая ясна библейской точки зрения вы не можете купить дух кто-то новом завете уже пытался это сделать не так ли вы не можете купить дух у кого-то другого итак сегодня утром возникает важный вопрос о ты здесь сегодня утром попал в цель мне нравится то что я слышу сегодня утром задают очень законные вопросы хвала господу как заменить масло это отличный вопрос большое спасибо за то что вы поняли его сегодня утром потому что это поражает каждого из нас не так ли и вы все слышите здесь сегодня утром я уверен что это притча о самообмане вот почему я начал проповедовать смысле меня очаровывает способность людей обманывать себя здесь описаны верные люди они сидят церкви держат слово говорят о женихе встают поправляя свои светильники вы знаете я дрожу когда думаю об этом и и приходят глубокому осознанию того что их светильники гаснут и они идут и пытаются купить масло и когда же пошли они покупать готовые вошли с ним и двери затворились а глупые продолжают свой путь самообмана что они делают все десятый когда же пошли они покупать пришел жених и готовые вошли с брачный пир и двери затворились после приходят и прочие девы и говорят господи господи отвори нам чего они ожидали они твердо верили что он впустит их это очень пикантный стих стих двенадцатый он же сказал им в ответ истина говорю вам я не знаю вас я не знаю вас я никогда не знал вас это наша первая подсказка сейчас мы возвращаемся к нашему вопросу кстати это наша первая подсказка что на самом деле происходит потому что иисус сказал глупым делом я никогда не знал вас и слово знал происходит от интимного слова обозначающего брак адам познал еву и они стали одной плотью иисус говорит глупым девам я никогда не знал вас это ваша подсказка теперь это ваша подсказка о том как пополняется масло этот важный вопрос который был поднят сегодня утром здесь и мы должны ответить на его прежде чем мы закончим чтобы кто-нибудь из нас не впал самообман я никогда не знал вас предполагает что вы могли бы жить хорошей моральной жизнью вы могли бы даже сидеть в церкви вы могли бы платить десятину вы даже можете ограничивать свой белок до звеньев лома линда или тофу да тофу я называю это приправленная резина но у меня начинает развиваться симпатия к нему это чудо спасибо господи вы можете делать все эти вещи вы можете держать слово божье вы можете говорить о подготовке пришествии господа и это возможно но пока вы делаете все эти вещи за все еще не знаете иисуса и это возможно но у него нет близких тесных отношений с вами он не вас и все же судя по всему вы делаете правильные вещи вот почему вопрос о конце нашей жизни не в том насколько хорошо вы оценены вопрос стоящий перед каждым из нас что вы сделали с иисусом не насколько вы были верны во всех отношениях что вы сделали с иисусом потому что всякий кто обнимает живого христа не останется прежним можете ли вы сказать на это аминь давайте теперь вернемся к двум стихам которые мы пропустили ранее потому что сегодня утром я хочу знать какова связь между стихами третьим и четвертым и тот факт что в их светильника в конечном итоге заканчивается масло теперь мы подошли к одному фактору который отличает мудрых от глупых не упустите его сегодня утром стих 3 неразумные взяв светильники свои не взяли с собою масло у меня такое впечатление не правда ли что масло отдельно от лампы у вас такое же впечатление и это конечно подтверждается в четвертом стихе мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих и ключевым здесь является использование этого слова сосуды поскольку в этой притче есть масло в двух местах у нас есть масло в лампе и у нас есть масло в сосуде дополнительное масло в сосуде и по-видимому это ключевой момент и теперь очевидно привилегия постоянно иметь масло в вашем светильнике связано с уверенностью что вы несете масло в своем сосуде сегодня утром уделите минутку и дайте мне отрывок из священного писания со словом сосуд в этом отрывке особенно в новом завете как слово сосуд используется в новом завете есть ряд ссылок это один из любимых высказываний павла который он поднимает если у вас есть ссылка сегодня утром помашите рукой вот и выглядишь как будто собираешься пророчествовать вот рука Хайди аллилуйя Хайди встань сегодня утром не могли бы вы заявить об этом чтобы все могли услышать это поверните чтобы святые могли это слышать пожалуйста что ты слышишь сегодня утром Хайди в выражениях слова сосуд она относится к она относится к нам да павел говорит что это наш глиняный сосуд и он это использует снова и снова в новом завете и так у мудрых дев было масло в их сосудах и это то что могло пополнить масло в светильнике другими словами моя гарантия что святой дух будет продолжать просветлять меня через его слово и я себя не обманул это убеждает меня что у меня есть масло в моем сосуде что конечно относится к моей жизни вы складываете эти две вещи вместе сегодня утром в своей голове что такого постоянного что такого особенного в постоянном присутствии святого духа в этом сосуде что гарантирует мне привилегию света божьего сияющего на его слое всякий раз когда я читаю его чтобы я мог услышать и понять его и не сбиться с пути по глупости и помните что это притча предупреждающая нас о способности людей обманывать себя это было очень провиденциально что у нас сегодня утром у нас было чтение из послания Иакова потому что в первой главе Иакова должен быть отрывок который сейчас бросается вам в глаза потому что Иаков один из немногих авторов Нового Завета который указывает пальцем на то что видим именно ведет людей к самообману это то что ведет людей к самообману возьмите минутку этим утром и посмотрите на Иакова первая глава и посмотрите сможете ли вы увидеть и снова напомнить себе о том что по словам Иакова лежит в основе способности людей обманывать себя я дам вам минутку чтобы найти это в первой главе Иакова особенно во второй половине первой главы Иакова вам следует прыгать от радости если вы слышите это Монти поднял руку мы просто подождем одну минуту а потом Монти ты ответишь я дам святым минутку чтобы открыть это Монти что ты откопал для нас у Иакова первая глава о он действительно попал в точку не так ли прежде всего Монти подытожь для нас что может привести человека на путь самообмана это твой момент под солнцем Монти это то что говорит Иаков и что по мнению Иакова приводит человека к самообману вы не слышны Монти потому что он еще не уверен в том что он собирается сказать он читал Иакова 1.22.24 они не могут услышать тебя Монти не могли бы ты встать и прочитать это еще раз народ впереди все еще надеется услышать это внимательно послушайте он сейчас когда человек слышит Слово Божие и не исполняет его это человек может посмотреть в зеркало увидеть свое настоящее лицо и сразу же обернуться и забыть то что он только что видел это называется самообманом слышать Слово Божие знает ясно что Бог говорит это моя воля это мое желание по отношению к вам это в ваших интересах жить таким образом и сознательный выбор не действует соответствуйте с этим лишает нас что Триш ну давай Триш лишает нас спасибо Триш у тебя есть три аминь у тебя лучше получается чем у меня это было круто Триш говорит что если вы не действуете в соответствии с тем что вы слышите вы отказываетесь от привилегий масла просвещающего ваше Слово Божие это серьезная проблема это серьезная проблема или что я не могу придумать более серьезного вопроса чтобы просить вызов вам всем этим утром потому что всякий раз когда мы действуем в соответствии с тем что мы слышим в Слове Божьем Святой Дух свободно дается нам в наши сосуды и что происходит внутри нас какое прекрасное развитие происходит внутри нас мы изменяемся какое там прекрасное библейское слово вы действительно задаете несколько прекрасных вопросов сегодня утром она понимает очень практический вопрос как я могу соотнести это с тем фактом что вы можете платить десятину вы можете сидеть в церкви вы можете внешне делать все эти правильные вещи и все же возможно ли поступать так и не знать Иисуса и ответ да потому что когда вы входите в веру и с этого момента принимаете смерть и воскресение Иисуса Христа с этого момента вы освобождаетесь от необходимости делать что-то чтобы получить благодать Божью теперь вы охотно делаете то о чем Бог просит вас потому что Бог снял с вас вину, осуждение и грех и это освобождает вас сейчас чтобы любовь Божья излилась в вас я знаю людей которые делают все правильно и не имеют любви я знаю людей которые делают все правильно и не могут простить я знаю людей которые внешне делают все правильно потому что они надеются что поступая так они будут спасены у меня есть новости для вас сегодня утром когда вы слышите слово Божье что вы не можете спасти себя что смерть Иисуса оправдывает вас что он взял на себя вашу вину, ваше осуждение вашу смерть и вы держитесь за это Святой Дух входит в вас и вы начинаете жить как жил Иисус если кто-то ударит вас вы не побежите к своему адвокату что вы сделаете вы подставите другую щеку если кто-то захочет отнять у вас рубашку вы отдадите ему и свое пальто если кто-то голоден и приходит к вам вы не подадите ему камни вы дадите ему буханку хлеба и вы не будете осуждать их потому что их состояние действующее на нашу веру является единственной гарантией того что мы продолжим иметь постоянное присутствие Христа внутри нас вот что Святой Дух вносит в сердце верующего постоянное присутствие Христа и Иисус начинает жить своей жизнью через нас и у меня есть новости для вас сегодня утром когда Иисус живет своей жизнью в вас или во мне это противоречит всем нашим естественным склонностям не так ли? потому что Иисус не только во внешнем поведении Он в мотивах Он влияет на каждый мотив нашего существа на каждое чувство нашей жизни на каждую ситуацию с которой мы сталкиваемся в жизни теперь все рассматривается в контексте пребывающего в нас Христа которого мы любим вместо того чтобы ненавидеть мы прощаем вместо того чтобы затеять обиду мы даем щедро не обращая внимание на себя потому что Иисус это абсолютное бескорыстие единственная разница между глупыми и мудрыми девами в том что в одной группе был живущий Христос в них а другие делали все правильно кроме пребывания самого Христа в них и я хочу сказать вам каким бы хорошим вы бы не думали о себе что можете стать это никогда не будет праведностью только присутствие Христа может превратить нашу жизнь в святость и праведность как мы должны завершить сегодня это серьезная весть или что я не знаю более серьезной вести чем вести в притче о девах быть хорошим человеком нравственным этичным делать внешне все правильные вещи сидеть в церкви держать свою Библию выходить на встречу жениху даже поправлять свой светильник и все же не знать Иисуса Христа и когда вы знаете Христа это очень унизительная вещь не так ли в глазах этого мира сегодня утром я публично признаюсь что в тот момент когда я наконец впущу Иисуса что-то пострадает всего три буквы это пишется э-г-о и внезапно мое эго уменьшится и Бог скажет привет тебе не нужно ничего доказывать о себе ты просто должен быть рупором для меня и открывать меня ты не сможешь ненавидеть ты не сможешь подвергнуться ты сможешь подвергнуться насилию тебя могут неправильно понять но это твоя привилегия потому что ты призван просто открывать меня ты никогда не будешь стремиться к самовозвеличению ты никогда не будешь рекламировать себя ты даже не будешь указывать что ты особенный человек и тебе есть что предложить ты просто как Иоанн Креститель проведешь свою жизнь говоря ему должно расти а мне умоляться вот что это значит когда Христос входит в нас наше старое я которое постоянно желает самоутвердиться будет разрушено оно будет раздавлено и на его месте начинают появляться новые прекрасные творения и наконец даже если мы прекрасно возрастаем во Христе мы никогда не сможем сказать посмотри что я сделал все что мы сможем когда-либо сказать это не я а Христос который живет во мне потому что кем бы я ни был это все свидетельствует о нем а не о чем-то хорошем что находится во мне кто не будет в опасности кто не будет в опасности сегодня утром если вы чувствуете себя сегодня утром я очень убежден в этой весе сегодня утром если сегодня утром вы чувствуете что вам нужна серьезная молитва в этот момент потому что милости Божьей вы не хотите подрезать или поправлять свой светильник только чтобы обнаружить что у него закончилось масло я хочу чтобы вышли сюда сегодня утром мы собираемся вместе совершить особую молитву потому что сейчас серьезные времена и Бог призывает к серьезному ответу он хочет чтобы люди признали свою глупость он хочет чтобы они покаялись и он хочет чтобы они взяли то что он предлагает им в Иисусе Христе чтобы он мог подготовить их и жить в них иметь с ними такую близость что никогда не будет опасности услышать такие слова отойдите от меня я никогда не знал вас если кто-нибудь кому нужна такая молитва сегодня утром я признаю что сегодня утром не нужна такая молитва сегодня утром я твердо ставлю себя посреди этой молитвы если это вы сегодня утром приходите и присоединяйтесь ко мне здесь так как у нас прекрасный сезон молитв чтобы завершить наше совместное служение Субтитры сделал DimaTorzok